С коммерческих посылок будет взиматься МДС вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения. О нововведении рассказали на официальном сайте Белпочты. Отмечается, что правило не распространяется в том случае, если это касается товаров для личного пользования получателя и его семьи, которые не отражают финансовых интересов. При этом цена не должна быть больше 45 евро. Платежи станут начислять, если сумма будет больше. Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7% площадей. Собраны первые полмиллиона тонн зерна. Так уже в Брестской области появился первый экипаж «Тысячник» на особом контроле и вопрос профилактики производственного травматизма. Трактическую помощь организациям в охране труда во время работ оказывают мобильные группы. В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства. Документ призван помочь освободить организацию долговой нагрузки и способствовать успешному ведению бизнеса. Механизм позволит внедрять более прогрессивные формы управления. В частности, акции, находящиеся в собственности государства, могут перейти в доверительное управление успешно развивающихся компаний. В высших и среднеспециальных учебных учреждениях страны начался прием документов. Приезжать на место не обязательно. Чтобы минимизировать контакты, их можно подать онлайн. В колледжах ждут почти 40 тысяч человек. Вузы готовы принять порядка 55 тысяч. В этом году больше бюджетных мест. Есть и нововведения в информировании. В последние дни в университетах баллы озвучат на два часа позже обычного. Международный племмер по керамике «Арджеже» 17 раз проходит в Бобруйске. В нем принимают участие 17 профессионалов из Грузии, Беларуси, Молдовы, Перу, России и Украины. Тема – фольклор и мифология. Традиционное место дизлокации – база отдыха «Вертки» на берегу Березины. Финал 2 августа. Завершится конкурс итоговой выставкой «Искусство живого огня» в городском художественном музее. Субтитры создавал DimaTorzok